так коллеги добрый день сегодня у нас интересная будет тема тема очень такая но это сегодняшний вебинар это продолжение того что мы уже два вебинара проводили по психологии проекта вот и мы сегодня продолжим тему сегодня будет важный вопрос который будет касаться уже внутренней команды то есть если мы в прошлые разы рассматривали как у нас вообще надо думать про в проекте мыслить да как подбирать программистов то теперь очень важно как это делать внутри вот как работать внутри со своими сотрудниками чтобы это было все чтобы все работало так как мы планируем и так как хотим вот значит сегодня мы рассматриваем очень важный вопрос с точки зрения психологии психологии тех кто с проектом работает вот и в первую очередь это важно то что то что мы сегодня будем рассматривать для тех кто руководители проектов собственники даю то есть те люди которые непосредственно являются интересантами вот этого всего как мы сами знаем да такое товарищ сталин там автор или не знаю ли там берия сказали что кадры решают все да вот и так оно и есть потому что вот кадры они решают многое но но самая важная штука которую надо понимать что люди которые работают у вас в команде вот они сами по себе конечно же приложат ну если вы их нормально подобрали вот мы об этом попозже поговорим то они придут приложат максимум усилий но эти усилия которые вы прилагаете они должны вернее которые люди прилагают они должны быть каким-то образом мотивированы вами и поддержаны тем что происходит компании и так мы сегодня мы сегодня будем смотреть следующие темы мы сегодня посмотрим у нас примерно будет разделен на два смысловых раздела до первый раздел это мотивация сотрудников вот и второй это как предотвратить ошибки при работе с системой в принципе эти разделы там прямо четкого водораздела нет такого по программе да у нас просто мы так или иначе будем касаться каждого вот из этих элементов самое важное что нужно сказать ну то что я уже сказал да мы должны успех наш успех зависит от наших людей которые у нас работают на проекте и если эти люди имеют недостаточную мотивацию или там не понимают что происходит вот то здесь проект встает в зону риска вот и еще другая тема что если люди недостаточно мотивированные вот и недостаточно высоко с ними как-то не так работаете как это нужно есть риск очень большой что проект закончится ровно в тот момент когда вы его вернее не закончится а прекратить свое существование он не закончится прекратить свое существование ровно тот момент когда вы лично при перестанете им заниматься поэтому переходим к нашей к нашей теме то То есть, в начале, как мы, ну, это стандартное такое правило, вот мы об этом говорили, и я буду об этом говорить часто, вот, что для начала надо определить конечную цель вашего проекта, то есть, ну, что вы хотите-то, вот, вы же должны сами понимать, к чему вы хотите прийти, да, потому что если у вас это понимание есть, то вы все остальные действия вы выстроите в зависимости от вот этой конечной цели. И получается, что вот эти действия, которые ваши, они так или иначе будут, ну, как вы примете меры, чтобы вовлечь и мотивировать ваших сотрудников, да, и, соответственно, под ваши цели вы себе и инструменты какие-то изберете, да, опираясь на которые вы будете эту цель достигать. И что важно для понимания мотивации сотрудников? Надо самое главное, что видеть, что разные сотрудники, они по-разному относятся к работе, да, они по-разному относятся к вашей компании, в которой вы работаете, да, то есть, для кого-то это, для кого-то это, ну, например, просто прийти, хорошо провести время там, да, ну, с пользой для себя там, ну, и даст бог с пользой для собственников компании. Вот, а для кого-то это, например, какой-то карьерный рост, да, какие-то стремления еще, то есть, вот, вот все вот эти вещи, которые, о которых мы говорим, важно вам понять при проведении бесед, когда вы набираете проектную команду, то есть, ну, мы предполагаем, что у вас в компании много сотрудников, ну, пускай даже не много, пускай даже там 10 человек там, да, пускай даже 5 человек. Но вы все равно, вот, когда вы этих 5-10 человек себе набирали в компанию, вы с ними со всеми разговаривали, да, то есть, у вас по каждому из этих людей есть психологический портрет какой-то у вас сформировался, который вы при приеме на работу делали, да. И я предполагаю, что если компания небольшая и, например, собственник лично со всеми беседует, когда перед приемом на работу, то он, конечно же, подбирает людей под свой темперамент, да, то есть, то, что мы говорили на прошлом вебинаре, как про подбор программиста, да, то есть, важно, важно понимать, важно, чтобы ваше видение ваших и ваших сотрудников, оно как-то стыковалось. Вот, понятное дело, что кому-то важны финансы, да, кто-то там хочет зарплату большую, там, вот, может, вы предлагаете выше рынка, и к вам люди идут выше рынка, потому что, да, вот, кому-то, кому-то, кого-то прельщает гибкий график работы, если вы такое предоставляете. Сейчас, кстати, это после ковида, это все вкус почувствовали этих удаленных работ, и сейчас это так никого не удивишь. Вот, что теперь дальше нужно сделать? Дальше нужно, если вы в компании, если вы в компании собираетесь как-то, ну, чтобы у вас компания росла, чтобы у компании было комфортно работать, да, то и комфортно, и продуктивно. Значит, у вас должно быть открытое общение с сотрудниками, да, то есть вы должны дать возможность людям свободно выражать свои мысли и идеи, да, то есть это очень важно, особенно в процессе, когда вы запускаете какой-то проект, потому что вы всего увидеть не можете на старте. И интегратор, который к вам придет, он тоже всего не видит, понимаете, он не видит вот этих вот ваших нюансов, ваших подводных камней. Но при этом люди, которые в вашей команде, которые, как мы говорили, они вашего темперамента, они хотят и они могут вам какие-то идеи принести. Но смотрите, какая фишка, да. Если вы, например, такое всегда использовали, использовали в работе такой принцип держи морда, да, то есть вот с дубины там, да, ходили там или с ремнем там, да, и там это как его, если шаг вправо, шаг влево, расстрел, и сейчас там будет вам наказание там, да, за какие-то вольнодумства. То, если вы вот это измените, вот эту политику, то здесь есть нюанс. Людям это может показаться подозрительным. Они могут сказать, так, так, подожди, раньше такого не было. Что это происходит? Он хочет нас, может быть, этот руководитель хочет с нас какие-то, ну, прощупать нас более глубоко там, да, что-то, что-то может, он замыслил. Поэтому тут вот эти резких переходов быть не должны. Если у вас там был какой-то жесткий вертикально ориентированный стиль управления, то вам надо как-то постепенно снизить вот этот накал, да, как-то людям объяснять на собраниях, что вы теперь будете работать по-новому, и все это будет хорошо. Теперь дальше. У нас самая важная какая штука, то, что я говорил в начале, когда у вас должна быть цель. Цель, она должна ставиться по идеологии смарт. Вы ее все знаете, вот, кто не знает, это вот специально я написал, что цель должна быть конкретная, измеримая, достижимая, вот, она должна совершенно четко биться с целями, которые есть у всех там, да, и она, и самая важная штука, должно быть ограничение во времени. То есть, смотрите, мы об этом говорили в те разы, но я еще раз повторю, это очень важно про проект понимать. Проект, у него есть одно важное свойство, он ограничен во времени. То есть, если это будет какая-то штука постоянная, там что-то будет постоянно вот происходить, то в любом, или вы предполагаете, что у вас какой-то будет непрерывная какая-то модернизация, что-то происходит, значит, вам нужно все равно вот эту модернизацию разбить на какие-то этапы, и вот эти этапы сделать, ограничить их по времени, потому что, во-первых, это важно для вас, для самих, потому что вы можете планировать свое время, вы можете планировать бюджет, вот, и вот эти вещи, они очень важны тоже и для всех остальных участников, кто будет вам помогать в реализации. Теперь, дальше, важная вещь про прозрачность. У нас должна быть прозрачность в бизнесе, в чем, что я имею в виду под прозрачностью. Вы должны со своей командой постоянно обсуждать прямо все детали проекта. То есть, если есть какие-то проблемы, вам надо не стесняться о них говорить, потому что у нас очень часто, вот, в нашей культуре, у нас такой брутализм есть, да, то есть, типа, ну, я же там, типа, брутальный такой руководитель проекта, я знаю, что надо делать там, да, и как это я буду рассказывать про косяки и промахи, которые там возникли, да, это же, ну, как бы меня там немного понизит, там, да, видение у людей, там, понимает, как это называется, понизит уважение. Вот как показывают исследования, как раз-таки, вот, когда у вас есть, когда вы открыто обсуждаете проблемы проекта со своей командой, или там вообще проекта, если там рассматриваем бизнес, то если вы рассматриваете с бизнесом какие-то проблемы бизнеса, нормально, открыто, то бизнес растет. Он реально растет, потому что у всех есть понимание, что вы, например, не находитесь в какой-то более выгодной позиции, чем все остальные. То есть, вы должны тоже показывать, что вот что-то делаете вы там, да, у вас там что-то не получается, и вы должны понимать, вы должны людям объяснить, что у меня это не получается потому что вот было сделано такие вещи давайте мы подумаем как нам исправить ситуацию ну к примеру может получиться такая ситуация что вы внедряете условный там электронный архив вот и вы купили там сэкономили купили какой-нибудь сканер поточный не тот вот который там не обеспечивает нужную производительность или там не обеспечить нужное качество и вы людям говорить но смотрите вот докупили оборудование но не подходит ну и так и так мы его попробовали применить и что-то не сканирует и все вот качество не дает нам работать не дает нормально и у людей может быть появится идеи когда вы эти проблемы озвучите может они скажут там как мы драйвер обновили там как подключить по-другому ну короче что-то что-то у вас появится какая-то идея когда вы открыто обсуждаете проблемы они бы они они решаются вот и более того надо не только про проблемы открыто говорить а надо говорить о успехах каждого человека да потому что очень частая ситуация у нас и я не знаю почему это вот в нашей стране так это работает но как-то у нас есть такая скупость на похвалы то есть получается что но человек реально выкладывается а начальник сидит там у себя и и думает где-то внутри в голове там это я не знаю почему это в голову вложено так но происходит такое что типа не 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 буду я ему его хвалить а то он загордится вот и там не дай бог зарплату больше попросит или еще что-то да нет но на человеку надо показывать что то что он делает это вас устраивает что это это что он в русле того что вам требуется вот и если вот вы будете вот именно на собрания на общих а вот к вклад каждого сотрудника как-то объяснять показывает что да вот он вот он вот он такой вот он вот он лучше что то сделала на вот он что то сделал так что она заработала хорошо или например что-то сделал так что но не сломалась то есть это вот эти вещи надо проговаривать не надо об этом стесняться говорить. Не то, что не надо стесняться, хотя да, не надо стесняться об этом говорить. Об успехах надо говорить открыто, так же, как и о проблемах. То есть, это просто некий... Это потому, что это фон проекта. Вот. И, кстати, я еще, перед тем, как перейти дальше, я скажу, что когда вот такие есть открытые обсуждения, это убирает вероятность возникновения слухов. Вот самое плохое, когда вокруг проекта какие-то начинают ползти слухи, потому что проблемы, которые есть, их видят все, да, а успехи их как бы не замечают. Ну, потому что, когда успех, это всегда хорошо, а проблема, это всегда как бы оно и видно, там, да. Успех, успех, то, что хорошо идет, оно хорошо и хорошо, всем радостно. А когда какая-то проблема, эта проблема всем бьет по затылку. Поэтому здесь очень с этими вещами про открытость прямо будьте внимательны и делайте так. Вот. Дальше, что еще важно? Дальше нужно обязательно уделять время развитию сотрудников, да. То есть, мы говорим про то, что сотрудники, это кадры, это наше все, но эти кадры, учитывая, что мир сейчас очень динамичный, ну, сверхдинамичный мир, меняется все настолько быстро, особенно вот мы сейчас, если мы говорим про IT-проекты, да, мы про IT-проекты говорим, то IT-технологии, ну, они просто стремительно развиваются, ну, вот, особенно с возникновением искусственных интеллектов разных, там, да, вот у нас просто сейчас, ну, рост там экспоненциальный возникает практически, и сейчас вот оно вот идет вот как-то вот очень сильно пошло вверх. Поэтому обучение, это важно. Учитывайте, что если, например, 10 лет назад считалось, что если сотрудника не обучать там каждый год, то в течение там трех лет его знания, которые он получил в учебном заведении, которые он заканчивал, равны нулю, вот, то сейчас, я думаю, что это в течение года произойдет, если вы не будете учиться, если не будете обучать сотрудников, то в течение года у вас знания будут приравниваться к нулю, а для рынка это вообще, ну, вы попадете в ситуацию неприятную, да, вы окажетесь где-то на обочине прогресса. Вот, поэтому обучающие мероприятия регулярно, вот, система, особенно когда у вас какая-то система сложная, которую вы делаете, но даже она не сложная, даже она простая система, вот, но все равно надо показывать, какие вы, ну, там же что-то происходит, какие изменения делаются, и вы должны вот эти вещи проговаривать с людьми, вот, люди будут видеть, что они работают правильно, или наоборот, кто-то увидит, что он работает неправильно, поправится, вот, и у людей будет расти уверенность в своих компетенциях, это это очень важная вещь, это такой стимулирующий эффект оказывает, очень сильный. Теперь дальше еще у нас какая штука есть, которая во многие, я тоже сталкиваюсь в процессе, очень часто, вот, ну, каждый второй практически такой, даже нет, из трех двое, там, да, два проекта, вот такие есть, всегда сложность с доступом к каким-то базам знаний. Это всегда какая-то, вот, всегда какие-то сложные упражнения, чтобы получить доступ к каким-то простым достаточно вещам, какие-то инструкции получить, да, документацию проектную получить, или там, какие-то медиафайлы получить, которые связаны с проектом. Вот это, вот, эти вещи надо прямо вам сделать публичными, то есть, если у вас есть корпоративный портал, то на корпоративном портале прямо вот под ваш проект, который вы делаете, прямо сделайте отдельный блок, да, и прямо туда выкладывайте какие-то отчеты, какие-то, какие-то документы, вот пайлы, которые возникают в процессе работы, рабочая документация, да, потом эта документация, она переродится в инструкции, то есть вот это, вот эти вещи обязательно делайте, и чтобы у вас, во-первых, команда туда имела доступ, а во-вторых, вы должны на каких-то общих собраниях, если у вас там коллектив большой, вы должны прямо пиарить вот этот ресурс, чтобы люди заходили и смотрели, они будут интересоваться, и когда у вас будут другие люди, это с точки зрения психологии, когда другие люди будут заходить вот в этот раздел, другие сотрудники, которые не заняты в проекте, вот во-первых, вам какой-то может появиться, там может появиться сотрудник, там комменты, кстати, оставьте возможность, чтобы комменты там писали, если у вас на портале, вот вы сможете там найти какого-то еще дополнительного члена команды себе, который там будет более эффективно, например, чем какой-нибудь, которого вы взяли по ошибке, там, да, ну, бывает такое, что в команду возьмешь по ошибке не того человека, вот и вы, может быть, сделаете успешную замену какую-то, да, вот вот второе, вы какие-то идеи услышите, а в-третьих, самая такая важная штука, которая вообще очень мне нравится, это люди всегда, как бы, сама команда проектная, она мотивируется тем, что на них же, они же типа говорят, ну, на нас же смотрят остальные, как мы можем сроки сорвать, или там, как мы можем сделать что-то не так, на нас же смотрят, понимаете, то есть, вот эта вещь очень важная такая, с точки зрения самопиара, ну, даже не самопиара, а самодисциплина внутренней, да, вот так. Теперь у нас еще какая вещь, какая важная, там, про сотрудника, да, когда мы с ними работаем, вот в проекте особенно, там, да, или там что-то новое мы делаем, это нужно сотруднику всегда, вам не нужно, если вы там руководитель большого звена, или там собственник, не нужно стесняться, или там не нужно считать, там, ниже своего достоинства кого-то научить чему-то, да, там, вы видите, что человек что-то делает не так, или он, например, как-то делает, но медленно, или там может сделать более эффективно, ну, возьмите, покажите, не надо вот проявлять какое-то высокомерие, да, вы же с ними вместе, с людьми, все спустились, сделали быстренько, вот, показали, человек делает как надо, и вы уже не думаете, что он, и, во-первых, его тоже мотивирует, что к нему, типа, начальник подключился, что-то сделает, да, что-то ему показал, это тоже некий мотивирующий факт. Теперь, еще очень важно, если у вас, например, есть коллеги, какие-то опытные, да, вот, которых вы можете, вот, к людям подключить, чтобы они им как-то делились опытом, вот, то это надо делать. Там, как правило, в процессе работы, я скажу, получается следующим образом, если мы, если мы подключаем, вот мы, ну, есть какой-то опытный сотрудник, мы его, ну, мы должны, ну, во-первых, мы должны ему объяснить этому опытному коллеге, мы ему должны сказать, что, ну, то, что ты их обучаешь, да, ну, мы тебе неким образом делаем компенсацию, это первое, там, да. Второе, вы можете, как бы, если вы не про компенсацию, там, да, если вы, там, как бы, экономите на ресурсах, пока что, там, ну, пока не разбогатели, вот, вы тогда можете сказать, что эти люди тебе работают, с тобой работают вместе, они тебе помогают, ты их грузишь беспощадно, вот, работой, и он их, вот, загружая их работой, он, понятное дело, так или иначе опыт будет передавать, поэтому тут, даже если специального обучения он делать не будет, он просто своим присутствием, какими-то люди будут смотреть, как он делает, и будет опыт перениматься. Вот, теперь по поводу конструктивной связи, еще очень важная вещь, именно конструктивная связь, надо сотрудникам, надо, вот, сотрудникам надо объективно объяснять, что они делают не так, или, наоборот, говорить, что они делают так. Объясню, как это работает. Вот, например, у меня в начале карьеры было давно такое, да, вот я после этого стараюсь избегать таких ситуаций, но было так, у меня был мой начальник, который приходил, вот он какой-то был такой, ну, странного психотипа, вот, у него было желание всех подавлять, и вот он приходил, и он всем говорил, ты это делаешь неправильно, это все неправильно, это все плохо, это не так, это не сяк, и люди, они постоянно находились в каком-то стрессе, и люди были какие-то неуверенные постоянно, то есть, я там подключился к тому проекту, как бы на, ну, они уже там работали, вот, и когда я к ним подключился, я смотрю, что, ну, какие-то очевидные вещи, которые, ну, можно было сделать, ну, легко и просто, да, вот какие-то идеи, вот, они, люди просто стеснялись их говорить, потому что у человека, который ими руководил, у него была такая мотивация, что почему-то всех давить, то есть, у него он как-то, ну, либо он боялся, что его подсидят или еще что-то, но у него было желание, чтобы в его команде не было людей, которые, как бы, чуть-чуть лучше, чем он знают предметную область, и он постоянно, он всячески людей, которые, ну, которых он видел, а там же видно, ты, когда руководитель, ты же видишь, что у тебя какой-то сотрудник, он имеет выдающиеся способности, ну, вот, он этих сотрудников видел, и он их реально, как-то прямо, ну, говоря таким простым языком, опускал, то есть, он им говорил, вот ты тут делаешь, вот ты здесь, смотри, вот, что ты написал, что это за бумажка такая, а вот это, раз такая таблица делается, вот надо по-другому, понимаете, и у людей, которые даже такие уверенные, хорошие профессионалы приходили к нему в команду, вот они мне рассказывали, потом мы с ними делились там своими ощущениями, ну, вот, они были совершенно самодостаточные люди, которые когда приходили, а потом, поработав там на проекте, они стали такими достаточно неуверенными, и они снизили свою компетентность, да, причем компетентность по знаниям она не снизилась, снизилось, снизился потенциал, да, который проявляется через активную жизненную позицию, то есть, они жизненную позицию свою понизили, да, у них стало, как-то они в подчиненное положение стали, но это было неправильно, я там на том проекте долго не сидел, но смысл в том, что вот Вот было такое, да, вот таких вещей, если вы как руководитель, старайтесь избегать, не надо, вот таких вещей у вас быть не должно, прямо если вы чувствуете, что вы так начали делать, все, останавливайтесь, вот 5 глубоких вдохов там, да, 25 отжиманий от пола, и дальше пошли продолжать, ну, и вернулись к сотрудникам. И самая еще важная вещь, я вам скажу тоже как руководитель, и вам как руководителям скажу, что не надо бояться брать в команду человека, который знает предметную область, на которую вы его берете, лучше вас, ведь в этом-то и суть заключается, вы же берете себе прямо полноценного человека, который вот это направление, на которое у вас не хватает уже ресурсов ваших, подхватит и будет работать не хуже, чем вы, а даже лучше, понимаете? В этом фишка, поэтому надо брать всегда людей лучше, чем вы, да, в этом смысл делегирования, то есть делегат должен быть лучше, если он будет хуже, зачем он нужен, такой делегат, это вы, получается, будете, у вас делегирование не произойдет, вы будете постоянно работать за этого человека. Вот, теперь еще вот как бы развивая тему вот этого тезиса, что надо создавать позитивную, вот надо создавать прям, чтобы было позитивно на рабочем месте, чтобы человеку хотелось приходить. Вот, и, ну, у меня, у меня, ну, к счастью, вот я нахожу себе такие, у меня вот такая работа, на которую я каждый день прихожу с удовольствием, то есть я сегодня вечером ухожу спать, условно говоря, ухожу домой, и я по дороге домой там, да, или там за ужином, или еще чего-то, бывает такое, не часто, но бывает такое, я думаю, с каким кайфом я завтра буду делать какую-то задачу сегодняшнюю, понимаете? Вот, вернее, завтрашнюю задачу с каким, вот такое бывает, вот, то есть это как, ну, это получается, что, значит, у меня есть, я нахожу позитив в моей работе, и этот позитив, вот, ваша задача создавать позитив, чтобы сотрудники ваши думали вот так вот, да, то есть это можно делать по-разному, позитив, да, вот я отметил вот таких вот, вот таких вот три основных момента, которые можно делать, да, ну, то, что мы на собраниях должны, очевидно, достижения прямо проговаривать, что вот этот человек, он достиг таких хороших результатов, потом дальше это работает, но некоторые люди говорят, вы, говорит, меня не хвалите, дайте деньгами, вот должны дать, вот дайте бонусов, да, человеку, ну, бонусы, и, кстати, бонусы, они могут быть не только в денежной форме, это может быть какие-то, например, если у вас компания какая-то производственная, какой-то вы продаете товар, который там массового спроса, ну, дайте скидку сотрудникам корпоративной, вот он будет пользоваться какой-то скидкой, то есть вы, например, можете ему дать какую-то дисконтную карту или просто сказать, что вот заслужил человек, вот имеешь возможность закупить вот наши продукции, там, со скидкой 50%, ну, какие-то разумные количества, понятное дело, закупать, вот, потому что человек же может сказать, а, у меня 50% скидки, да я же сейчас открою тут себе точку по продаже вот этого товара, там, обрушит вам рынок, в общем, не надо, так не делай, ну, разумно подходите к этому. Вот, ну, и понятное дело, что сотрудничество должно быть, вот, сотрудничество, как оно делается, во-первых, там сейчас очень модная тема в мессенджерах делать группы, вот эти, да, группы закрытые или открытые группы, ну, обычно закрытые группы делают, и там люди общаются, то есть какой-то есть коммуникация такая вот, и она, ну, околоформальная, такая неформальная коммуникация, даже назовем лучше так, вот. Потом вот эти, тимбилдинг, вот все ругают, вот тимбилдинг, да, а тем не менее работает технология в основном, да, то есть там тимбилдинг, он же может быть, вы знаете, как можете там, обычно тимбилдинги связывают с корпоративами, там, да, типа на корпоративе, вот тимбилдинг, это там как-нибудь там перетягивание каната или там гребли на байдарке, что-то еще, а тут не обязательно, вы можете тимбилдинг устроить, например, совершенно в каком-то рабочем процессе, да, то есть, например, вы можете, ну, как, я не знаю, я бы, вот, я, мое такое видение, вот, как, и я так, собственно говоря, делал в мою бытность. Вот, пример конкретный. Привезли бумагу, бумага, просто бумага для принтеров, много привезли бумаги, вот, и у меня как раз была такая ситуация, что в коллективе, ну, какой-то были какие-то терки, там, два человека были. Ну, и что вы думаете, я этим двум людям сказал, давай бумагу, это помогите, помогите затащить, вот, у меня там, у меня женские коллективы в основном были, ну, а там такие два парня, вот. Ну, и вот эти два парня, они вот эту бумагу, они вместе, ну, понятно дело, там, бухтели, что я их там заставил это делать, но, тем не менее, они эту бумагу вместе затаскивали, то есть, они друг другу двери держали, там, да, они еще что-то делали, то есть, они друг другу что-то помогли на каких-то простых вещах, и вот, потом смотрю, они как-то и уже общаться по-другому стали, вот, и что-то еще, и пошли привка вместе попить. То есть, вот, вот такие вот вещи, вот такие вещи надо делать, это такие маленькие вам психологические лайфхаки. Ну, собственно говоря, мы для этих лайфхаков тут и собрались. Вот, теперь какая еще штука важная, чтобы люди хотели и работали как нужно, вот, вам обязательно нужно делать, чтобы они были вовлечены в процесс, да, то есть, когда, в чем эта вовлеченность может выражаться? Вы человеку можете сказать, вот, слушай, там, вот, есть, есть такая вот, вот, есть такая задача сделать какую-то там удобную экранную форму, там, чтобы там было всем удобно работать. Давай подумай, как это сделать, и мне там, вот, если какие-то идеи есть сейчас, скажи, если нет идей, завтра давай мне, давай с тобой обсудим. Ну, вам понятное дело, что надо вот с таким вопросом подходить к человеку, которого вы раньше уже заметили за тем, что он вот что-то подобное может делать, да, потому что, если вы подойдете к человеку, который вообще, как говорится, ни ухом, ни рылым вот в этом, в том вопросе, к которому вы его пытаетесь вовлечь, вот, конечно, у вас, скорее всего, результат будет, ну, близкий к нулю. А если вы знаете, что вы обратились, вовлекаете человека, который, вот, как бы, увлечен работой или, там, увлечен тем, что, к чему вы пытаетесь привлечь, у вас будет очень хороший результат, я вам обещаю. Вот. И вот в этот, вот, то же самое, как бы, расширяет вот то, что я сейчас сказал, то, что вы должны прислушиваться вот к идеям, которые, которые сотрудники и работники вот высказывают, да, то есть, как раз-таки это вот к атмосфере открытости, да, чтобы люди не стеснялись высказывать. Понятное дело, вы должны модерировать именно вот эти высказывания, то есть, там, они не должны быть какой-то, переходить в агрессию, там, да, в какое-то, там, агрессивное продавливание каких-то вещей, вот, вы должны все это делаем, вот, модерация на вашей совести полностью вот таких вещей. Вот. Теперь дальше, что еще важно, нужно, что еще вам делать? Вам нужно постоянно улучшать свою систему. Вот. Улучшать систему, ну, жизнь меняется, да, меняется. Меняется стереотипы поведения людей и сотрудников, соответственно, тоже, да, то есть, никто не стоит на месте, все, все постоянно меняется. И, соответственно, если вчера какое-то решение, ну, условное вчера, там, решение было какое-то прям продвинутое, позитивное и грамотное, то сегодня совершенно возможно, что это техническое решение, оно уже будет как бы морально устаревшим, да, поэтому тут вам надо вот эту вещь поставить. Эти вещи постоянно отслеживать. И приведу вам такой плохой пример, который вот был буквально, ну, года три назад у меня был разговор с одним заказчиком тоже, и он говорит, типа, ну, я ему говорю, вот, надо там систему улучшить, вот, людям будет удобнее вот так вот так вот такие-таки действия совершать, потому что, например, сейчас вот в соцсетях вот работает это вот так, и, а так как многие соцсетями пользуются, то вы как бы увеличите юзабильность своей системы там. И мне человек сказал фразу, которая меня просто, так сказать, ну, сразила просто, я, ну, как говорится, я внутри где-то у себя, я сидел на стуле, понятное дело, но я где-то внутри у себя упал, упал просто вот так вот, как подкошенный, да, он мне говорит такую фразу. Ты знаешь, говорит, мне вообще плевать, говорит, как они в этом работают. Мне надо, чтобы вот они вот приходили на работу и каждый раз вот давали результат. Ну, я там не нашелся там даже, что ему ответить в тот момент, когда он это вот так вот, вот такое мне сказал, вот, как-то я был поражен, потому что вначале мне казалось, когда мы с ним, ну, всегда мне казалось, пока мы с ним сотрудничали, что, ну, в принципе, как-то настроен на то, чтобы все было удобно и как бы люди, чтобы работали нормально. Вот, а вот так в таких вот моментах вот вскрылась его какая-то такая вторая часть его личности. Ну, с этим мы поработали отдельно, там, не буду углубляться, но как бы вот таких вот мыслей я, зачем вам это привел, вот ваши, вот не дай бог вам такие мысли, не надо такие мысли. Вот вы должны мыслить позитивно и, в первую очередь, вы должны мыслить вот каким образом. Почему вы должны делать систему удобную? Да потому что, если завтра из вашего бизнеса этот человек уволится, уволится еще сколько-то человек, а бизнес ваш, вы, например, собственник, да? Вот, или руководитель отдела, кто будет работать-то на этом, на этой программе? Вы будете работать, вы сядете и будете работать. Вот, и для того, чтобы вам это было удобно, вы делайте систему под себя, чтобы она была удобна вам. А сделая, делая удобную систему для себя, понятное дело, что для остальных людей она тоже будет автоматически удобна. Ну, вы же тоже человек, да? То есть, вы же тоже там, вы же не сделаете себе там какое-то удаление глант, там, не знаю, там, через пятку, да? Вы сделаете как надо все. Ну, вот, поэтому здесь вот эти вещи, думайте, думайте всегда о том, что это вы будете работать, завтра с этим работать будете вы. Вот как, вот что надо. И следующее, что еще какая, какая штука важная. Вам нужно, чтобы уменьшать, вернее так, вы можете уменьшить количество ошибок, применяя настройки систем, которые, ну, которые работают, как бы обеспечивают мягкость работы и плавность там, да? И комфорт. Но делают работу некомфортной в тот момент, когда человек пытается сделать ошибку. Объясню, как это работает. Например, на примере нашего любимого электронного архива, да? Вот это просто такой выпуклый пример, я поэтому про него говорю, это просто наиболее удобная какая-то тема. Допустим, вам сотрудник принес неправильный документ, ошибочный. Эта ошибка выявлена была. Вот, и вы ему говорите, что товарищ, что теперь меня этот документ, который ты принес неправильно, его надо заменить, чтобы в электронный архив попал правильный документ. Но тебе, чтобы его заменить, надо совершить ряд действий. К примеру, выпустить дубликат штрих-кода, а дубликат штрих-кода для этого документа ты должен выпустить, зайти в систему, сделать поиск этого документа, нажать кнопку выпустить дубликат штрих-кода, получить штрих-код на принтере, приклеить его на документ. Ну, как бы здесь, ну, то, что я говорю, в принципе, оно не выглядит и там на слух не воспринимается, что это неудобно. Но я скажу, какой процесс удобный, когда, вот как сотруднику было удобно принести хороший документ. А ему удобно его принести было следующим образом. У него, когда он его заносит, документ первый раз, и он правильный документ, он просто, у него там заранее распечатанные штрих-коды на бобине стоят, он просто наклеечку с этим штрих-кодиком взял, приклеил на документ и принес, понимаете? То есть, у него вот оно, удобство. То есть, ему не надо никаких каких-то сложных манипуляций делать. Он, когда документ правильный, он один раз оторвал этикеточку, вот эту, ну, наклеечку вот эту отделил, и один раз ее приклеил. А когда ему надо заменять документ неправильный, он вынужден найти вот этот вот штрих-код уже разыскать в системе, то есть, там по системе поиска, вот, и найти его, распечатать и приклеить, понимаете? То есть, ну, можно, там есть варианты автоматизировать эту процедуру и сделать ее, как бы, удобной, но в таком случае у вас будет поток неудобных документов. И вот когда человек, не неудобных, а поток неправильных документов, а вы сами знаете, у нас там в наше время там, да, бьют не, как говорится, не по лицу, а бьют по паспорту, да? То есть, там, получается, у нас документы важная штука, и если у вас будет много документов неправильных, ну, вам-то зачем? И поэтому надо стимулировать сотрудников, чтобы они, как бы, чтобы им было удобно работать правильно, и чтобы было неудобно работать неправильно. Вот у вас, как бы, и вот у вас автоматизация вот этой, вот вы как раз подкорректировали процесс. То есть, технически возможно неправильно сработать, но это будет сложнее и неудобнее. Вот. Теперь дальше. У нас должна быть еще какая-то фишка, на которую тоже никто не обращает внимания, но она есть. У нас нужно, ну, есть варианты, что люди перерабатывают, да? Это, ну, жизнь тяжелая, там, да, всем надо денег, все хотят заработать и готовы за это дело очень сильно перерабатывать. Учтите, есть плохой фактор в этом, в переработках. Когда человек постоянно находится в состоянии переработанности, у него возникает, возникает так называемый процесс выгорания, да? Вот это психологический совершенно такой термин, да? В чем заключается? В том, что человек ничего не хочет уже, да? То есть, у него, как бы, у него теряется интерес к жизни, у него теряется интерес к вашей, вот, к работе, которую он для вас делает. И поэтому здесь нужно человеку обеспечить вот этот вот баланс. Как вы это можете сделать, этот баланс, вот, между работой и личной жизнью? Не уменьшив объем работы, видите, я сейчас хитрый скажу такой, не уменьшив объем работы. Но первое, вам можно подумать, чтобы человек работал на удаленке. Сейчас удаленка, это, как бы, это тема такая, распространенная. Объясню, в чем достоинство удаленки, вот, и для человека, и выгода, да? Он не тратит время на то, чтобы доехать до работы и на время, чтобы доехать с работы обратно на работу. То есть, это, как правило, если мы говорим про Москву, например, ну, или более-менее крупный город, это час минимум, да? Час туда, час обратно, два часа времени у человека. И вот, когда вы ему говорите, человек, ты, пожалуйста, ну, как бы, ты можешь работать, ну, если у вас позволяют условия обеспечить удаленную работу, и если вы ему говорите, что ты можешь работать удаленно, и вы понимаете, что если он будет работать удаленно, вы можете контролировать то, что он делает, и качество не пострадает, ничего не снизится. И вы, ну, либо вы можете какую-то часть времени ему выделять, чтобы он работал удаленно, а какую-то часть, ну, чтобы работал в офисе у вас очно. И получается, что у человека возникнет, что он не тратит время на то, чтобы добираться с работы на работу. Вот у него получаются часы, которые он тратил на дорогу, а он их может тратить на работу, выполняя для вас задачи, которые есть. И у него останется время на семью, как говорится, больше. То, что я сейчас вам сказал, так себе предложение, откровенно говоря. Но бывает, что ситуация не позволяет уменьшить количество работы. Сейчас у нас дефицит кадров по всей стране. Но нет возможности найти какого-то адекватного коллегу для этого человека, чтобы разгрузить его. Или отдел должен быть из трех человек, а там двое осталось, один уволился. И получается, что вы пока ищете вот этого человека, третьего к ним в отдел, чтобы разгрузить, а у людей перегруз. Вот вы можете как раз сказать, ну да, что так перегруз, вот можете там по удаленке там какое-то время, день через день там работать на удаленке. Вот теперь еще важная штука для того, чтобы у людей тоже был интерес. Можете вот по... Все забывают, вернее, все об этом знают, но когда практики доходят, все об этом забывают. Вот. Ну, организуйте какие-то спортивные мероприятия. То есть, там у вас есть наверняка в компании, ну, кто-то, кто увлекается какими-то видами спорта, разными. Ну, и возьмите там, снимайте какой-то там за небольшие деньги, там спортивные залы. Сейчас такая услуга есть. Снял спортивный зал, там поиграли в волейбол, баскетбол, там все там побегали, там тоже, опять же, тоже тимбилдинг никто не отменял. Ну, вот они все. Причем, пускай они бегают, не сами приезжают сотрудники, пускай с семьями приезжают. С семьями. Это хорошо, когда с семьей там, особенно, например, если вы стадион какой-то арендовали, небольшой стадиончик там. Ну, пускай они там с семьей приедут, там организуются типа пикника. Вот. Вот тут и спортом позанимались, и вот он тут. Но пикник такой без алкоголя, понятно, да, когда спортивные мероприятия. То есть, это пикник такой, чтобы там какой-то там, какие-нибудь там сосиски в тесте, там перекус какой-нибудь, да, там какие-нибудь полезные какие-то штуки, да. То есть, вот. И люди побегали, попрыгали, и вот они здесь у вас собрались, что-то там перекусили. И вам, и вы как бы, это у вас не корпоратив, это не корпоратив. Это самое большое, не приравнивайте такие мероприятия к корпоративам. Это не корпоратив. Это просто вы организовали, ну, потому что, ну, захотелось организовать такое, да. Вот, организовывайте, и чем, и организовывайте, старайтесь там, ну, раз в месяц такие вещи организовывать. Это недорого по деньгам, и очень сильно поможет, так сказать, ну, сплотит коллектив, и будет вот как бы, у людей не будет понимания, что они как-то работе сильно много времени отдают в ущерб, в ущерб личной жизни. Оно как бы срастется в этот момент. Вот, теперь, что еще, какая штука интересная, которая тоже людей многих интересует, которые в компании работают. Понятное дело, ну, все приходят работать за деньги, вот, все приходят работать за какой-то интерес, вот, ну, вернее так, совмещают, чтобы было интересно и за деньги, да. То есть, это идеально, чтобы платили деньги и было интересно работать. Это идеальное сочетание. Вот, есть, поэтому вариант, что вы людям можете сказать, что, смотри-ка, вот мы сейчас делаем этот проект, вот, дорабатываем. К примеру, ну, какой проект можно придумать? Общий центр обслуживания, да, общий центр обслуживания, там, выносим, вот у нас какая-то, несколько есть, несколько есть юридических лиц, в каждом юрлице есть бухгалтерия. Вот, а мы теперь вот, как бы, оптимизируем наши расходы и делаем общий центр обслуживания, там, вся бухгалтерия будет делаться в одном месте. И вот вы человеку говорите, давай ты возглавляешь проект по вот этому, по вот этой вот, по созданию общего центра обслуживания, и потом ты же станешь руководителем вот этого общего центра обслуживания. Вот, то есть, это вы, например, есть у вас главный бухгалтер, там, да, которого вы цените, вот, не хотите, чтобы он уходил, вот, и вы говорите, что, ну, давай, вот, и ты становишься, как бы, главным бухгалтером всего вот этого, всего вот этого нашего холдинга, ну, вот, возглавляя общий центр обслуживания. И человек, как правило, вот ему это становится интересно, да, то есть, у главного бухгалтера, у него, в принципе, вот, появляется такой карьерный рост, да, он, в принципе, внутри компании вот еще, еще вырос дополнительно. Вот, потом многие сотрудники, вот, ну, я к таким отношусь, да, мне очень важно, чтобы я понимал, что моя работа, она не просто так, да, что есть, что то, что я делаю для проекта, для работы, что оно приносит пользу компании, что есть компания каким-то образом прирастает. Ну, и понятное дело, что есть мой личный рост и мой профессиональный рост при этом происходит. Потому что, что бы мы ни делали, даже ту работу, которую мы знаем, как мы ее делаем, да, когда мы ее проделаем еще раз повторно, то у нас навыки фиксируются дополнительно, там, появляются какие-то новые дополнительные навыки, которые улучшают наши действия. Вот, собственно говоря, то, что мы сейчас с вами проговорили, оно, ну, как бы скажет, с одной стороны кажется, ну, просто это, да, что-то какая-то, ну, что-то совсем просто. Вот, а с другой стороны мы проговорили важные вещи, да, которые, о которых все знают, но многие забывают. И вот для вас, как для руководителей проектов, для руководителей организаций, там, да, для вас это будет вот эта информация, ну, мы ее с вами просто вспомнили, вы ее знали, безусловно, я вам ничего нового не открыл. Вот, но вы, вот здесь мы сейчас с вами что сделали? Мы просто немножко сконцентрировали, да, стряхнули пыль с наших знаний, да, и мы поняли сейчас, что, ну, что там, что-то из этого арсенала, то, что мы проговорили, ну, можно применять, да, то есть я для вас здесь реально собрал какие-то такие вещи, ну, такие прям, которые прям работающие, да, вот работающие прям рекомендации, вот, это прям, это, это можно, ну, лайфхак, не лайфхак, ну, хотя, да, полноценный лайфхак, потому что лайфхак это что такое? Это что-то хорошо забытое старое, там, да, вот новое, но хорошо забытое старое. Поэтому я вам сейчас просто вот эти вещи вот чуть-чуть в кучку собрал, их подсветил, и мы с вами об этом проговорили. И что самое главное, это даст для вас, для вашего проекта, что у вас будет, у вас будет мотивированная команда эффективная, да, то есть когда вот вы, когда вот применяется, комплекс вот этих вот несложных, я подчеркну, несложных рекомендаций, о которых я сказал, они вам не будут стоить вообще ничего практически, да, ну, за исключением вот этих вот, то, что я сказал, активности спортивные, да, ну, что-то надо будет там немножко платить. Ну, кстати, вот эти активности спортивные, вы можете даже договориться с людьми своими и сказать, ну, давайте вместе там скинемся там по тысяче рублей, вот, и арендуем стадион, ну, условно тысячу там, сколько там сейчас это стоит, я не знаю, вот, и все, и все, и у вас там будет прикольно, и вы самое главное, чтобы это было, ну, чтобы это было прикольно. То есть вот мы таким образом создадим такую хорошую, оптимистично настроенную, мотивированную компанию, которая заинтересована в том, чтобы ваш проект стартовал, чтобы он работал. Вот, и теперь я, в принципе, с удовольствием готов ответить на ваши вопросы, которые есть там, да, ну, вдруг, кстати, мы можем обсудить, не обязательно, вот, что-то прямо в тему вот этого сегодняшнего вебинара, вот, кто присутствует, кто был на предыдущих наших вебинарах, можете просто включить, включить, ну, вернее, вспомнить, какие, что было тогда, да, или есть ли у вас подготовлены вопросы, вы можете задать мне вопросы, которые у вас были с тех времени, с того времени, да, с того времени, то, что сохранились, вот, как, коллеги, есть готовность в организме? Так, ну, что ты, ну, что, неужели, 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 а, есть чат, есть, сейчас момент, есть, ага, Так, Яна Левкина, спасибо за комментарий, да, способ картинный, хороший, если все из одного города, а если часть удаленщиков из других городов, то кому-то даже обидно, что не может пустить встречу. Да, есть такой момент, ну, там не то, что вот там до обида, наверное, не доходит, вот, но вот тут просто, я просто об этих спортивных активностях сказал зачем, что просто подсветить. Но, смотрите, как можно здесь выйти из ситуации. Если, к примеру, у вас есть какие-то удаленщики в каких-то городах в разных, ну, как вы можете сделать, вот, по крайней мере, ну, есть такие, я совершенно четко знаю, точно знаю такие примеры, что просто людям оплачивают какой-то, условно говоря, семейные тарифы фитнеса, понимаете, фитнес, там эти фитнес-клубы сейчас стоят копейки, вот, и, ну, как условные копейки там, ну, хотя, да, до копейки, реально копейки стоят там. И можете там выделить какой-то прям абонемент, купить ему семейный абонемент. Семейный абонемент, они стоят недорого, вот, вернее, они стоят чуть-чуть дороже, чем на одного человека. Ну, и пускай они ходят всей семьей туда, в этот спортзал, потому что там в этих спортзалах там есть, ну, там, кто-то, молодые семьи, там, муж с женой, там, да, кто-то есть семьи, такие, там, муж, жена, ребенок, там, да, И там в этих всегда, в спортзалах всегда есть какие-то детские вот эти секции, которые там дети там могут заниматься, чем-то заниматься спортивным, пока родители занимаются фитнесом своим. Вот это тоже неким образом как бы показывает сотруднику, что вы его цените, да, что вы цените его семью, вернее, что вы понимаете, что у него есть семья, что и вы о ней заботитесь, что вы заботитесь о сотруднике, вы заботитесь о его семье, вот. Тут самое главное, чтобы не получилось с этим фитнесом ситуация, что, знаете, как в анекдоте, да, типа, вот месяц назад купил абонемент фитнес, там, да, вот, обещали, что за месяц похудею. Чего-то ничего не худею, завтра лично скажу, да, разберусь, да, вот зачем я с этим фитнесом, зачем я этот фитнес абонемент купил. Вот, чтобы пройти, вот, главное, чтобы людям хотелось, желательно, тут самое кстати, кстати, что хочу сказать, Тут очень важная фишка. Надо, чтобы люди, которым вы, например, покупаете абонемент в спортзал, чтобы он хотел. То есть, это не должно произойти так, что вы купили абонемент де-факто. То есть, вы сказали, ну вот на тебе абонемент, я тебе абонемент купил. На. И человеку, если этого не хотелось, он скажет, блин, да лучше бы деньгами дали. Те же самые 30 тысяч рублей, ну дали бы мне лучше деньгами. А другой скажет, ну у меня, например, семья не готова. Жена у меня не любит, например, фитнес вообще. Моя жена, например, фитнес, она любит фитнес, но не такой, как я, фитнес. И поэтому у нас мы как бы по-разному. Вот. Поэтому надо спрашивать, что хочет. Надо ему покупать то, что он хочет. Человеку надо давать то, что он хочет. Если он не хочет, это бесполезно. То, что вы даже ему всучите, как говорится. Так. Что делать с саботажниками, если их не получается? Это Татьяна Черная написала. Что делать с саботажниками, если их не получается исключить из проекта? Блатной сынок директор на важном месте, ленивая львовница, соответственно, какой-то этап работы. Блин, к сожалению, бывает такое. Да. Да, бывает такое. Потому что, как раньше было, у кого ничего не получилось, ну иди в бухгалтерию работай. Иди в бухгалтерию работай. А в бухгалтерии надо работать. Вот. И там это... Вот что делать в таких случаях? Ну, это сложная ситуация. Я, исходя из хорошего, то есть, когда, например, собственник ставит своего сынка, ну, директор ставит своего сынка, вот, у него есть какое-то понимание, что, ну, сын, у него сын должен... У него нету, я скажу так, я разговаривал с такими людьми, вот, и у них, у большинства нету, нету, как это называется, убеждения, что его ребенок, сын, да, там, дочь, что они какие-то прям исключительными обладают знаниями, и сейчас вот они тут помогут. Нет, у них задача другая. Они хотят как раз, чтобы эти дети ихние научились у вас как-то работать. В таком случае, смотрите, как вы делаете. Вы должны к директору подойти и сказать, ну, смотри, вот, да, я понимаю, что вот твой сын... Прямо надо нормально поговорить с ним, сказать, вот твой сын, вот он работает в проекте. Мы как вообще, ну, он же, он хочет чему-то научиться, или что он будет делать? Ну, вот, как вы видите его будущее, вот, связанное с этим проектом? Вот просто надо вывести на этот разговор. Аккуратно, аккуратно. Там есть разные, там есть такие, такие самодуры, такие, да, вот, самодуры, ну, отличающиеся, так сказать, каким-то неадекватным о себе мнением, там, да, суперхорошим. Вот, но в любом случае надо как-то аккуратно выйти, то есть смысл вопроса должен быть таким, что он хочет-то, чтобы с его ребенком стало в итоге работы на этом проекте? Он хочет, чтобы он чему-то научился, или он чего хочет? Если он скажет, что я хочу, чтобы ты его научил там чему-то, чтобы он там получился, вы тогда ему должны сказать следующую фразу, должны сказать, что дорогой мой, да, тут же, ну, у меня придется как бы работать, да, вот, ну, если мы делаем, то мы, ну, мы же делаем работу, да, то есть мы же не просто так сидим. И поэтому я буду командовать, он, он выполняет, вот, если что-то ему не нравится, вот, если он там какие-то имеет стресс, если вам жалуются что-то там и считает неадекватным, вы не его слушайте, а меня позовите и со мной поговорите. Вот как бы вот в целом вот должно быть вот такое вот у вас, там, какие фразы вы это завернете политические, я не, ну, но в целом должно быть так, что, типа, если ему что-то не нравится, он вам жалуется на меня, вы ко мне обратитесь, и я вам объясню, почему я делаю с ним то, что я с ним делаю. Вот у вас должно быть, вот, вот, как бы, конструкция, она должна свестись вот к этому, вот, как бы, оно может быть обложено разными умягчающими штуками, но сама жесткость, она должна быть вот такая. С любовницами, с любовниками там сложнее, там сложнее, потому что, как правило, эти люди, они для человека представляют ценность, ну, только определенную, там, да, там, в части, там, каких-то, ну, прямого назначения своего, да, вот, поэтому с ними сложнее, с ними сложнее, если у вас получится, как бы, исключить, исключить, вот, их условно из, из контура работ, там, да, ну, как-то, если, вернее так, неправильно я говорю, неправильно, все неправильно я вам сказал, смотрите, значит, если вы видите, что это тот любовничек, какой-нибудь там, любовница пришли, и они из себя, ну, вообще ничего не представляют, ну, вообще нули полные, там, да, ну, хотя такого не бывает, человек все равно что-то из себя представляет, ну, как-то же он заинтересовал вот этого вашего руководителя, вот, значит, что-то в нем есть, вот, значит, надо понять, ну, вам надо постараться с ним побеседовать, понять, что он может, да, и постарайтесь вот эти его позитивные качества, которые есть, там, в любом случае у любого человека есть позитивные качества, использовать их на пользу проекта, то есть, я даже сейчас, ну, не могу сказать, какие позитивные качества, Например, если это женщина какая-нибудь, красавица, вы можете ее использовать как какого-то координатора, если мужской коллектив. Красивая женщина, она как координатор очень хорошо работает с такими брутальными мужиками. Вы можете, например, ей обеспечить ее какими-то Excel-таблицами с графиками работ. И она просто там поэтому эти графики просто заставляет, ну не заставляет, она с людьми разговаривает и снимает с них статус работы постоянно. То есть фиксирует, у вас появится как бы постоянная информация о текущих работах. Или, например, какие-то другие функции, которые схожи с таким вот. То есть какое-то администрирование. Администрирование, на которое не самостоятельное администрирование, а которое подотчетное вам. Чтобы вы понимали, во-первых, что вы понимали, что у вас происходит. Самая ваша задача-то главный проект делать. Вам надо понимать, что на проекте происходит. И вы должны человеку этому объяснить, что у тебя работа очень важная. Ты делаешь вот это, ты делаешь вот, собираешь эти статусы. Твоя задача собирать эти статусы регулярно. Вот. И твоя задача меня обеспечить информацией, потому что иначе у нас что-нибудь пойдет не так. То есть тут тоже с этим, ну с этими людьми тоже аккуратно тоже там, да, вот надо. Да, да. Не дай бог, конечно, вот такая ситуация, то, что вы описали. Да, я вот сейчас сам вспоминаю, у меня были такие ситуации. Вот. Когда были такие варианты, да. Да, Татьяна, ну вот чем могу. У меня просто смысл такой, что я достаточно долго уже в бизнесе, да, уже у меня стаж руководства людьми там к 30 годам приближается. Поэтому тут можно что-нибудь придумать. Вот. Поэтому здесь, ну вот, что-то, что-то, в общем, надо, не дай бог в такую ситуацию попасть, но надо выкручиваться. Надо выкручиваться вам. Даже вот этот ресурс тоже может быть в чем-то полезен. Вот. Вот. А, кстати, хороший лайфхак про этих. Вот. И как я, я вспомнил, что я делал. У меня был такой там, там, сынок, этого, сынок директора был. Вот. Он парень такой, в принципе, такой, он хотел что-то делать, но был такой нулевой полностью. Вот. Я ему, я с чего начал? Я ему сказал, вот у тебя, вот тебе корреспонденция, там приходила у нас целая, ну, пачки писем приходили, надо было их обрабатывать, некогда было всегда обрабатывать. Я ему сказал, вот сначала систематизируйте письма, то есть, там, там сначала по отправителю систематизируй. Потом, когда он их по отправителю сделал, я ему сказал, теперь систематизируй, систематизируй их внутри вот этих вот по содержанию. Что от нас хотят-то? Вот. Если от нас что-то хотят, давай-ка, если там какие-то спрашивают, что-то вопросы задают, давай готовь проекты ответов на эти, на эти запросы, и мне приноси, мы будем с тобой вместе их разбирать, и будешь готовить эти ответы. Вот. Он очень, он, он, он очень быстро втянулся, он мне такие, он создал мне такую прямо целую библиотеку вот этих вот обращений. Было очень удобно. Парень учился в институте, ну, выпускник института, ну, хоть как, но он учился, вот, и у него знания какие-то были, то есть, у него нормально все получилось систематизировать, наладили. Потом я его постепенно начал привлекать к каким-то административным функциям, именно что он меня вел в статус вот этих по работам. Ну, так вот, и все, и человека пристроили, и он при деле, и научился, кстати, потом звонит, звонит мне иногда, ну, редко, конечно, но звонит, типа, рассказывает, как у него успехи. Ну, вот, мелочи приятные. Так, коллеги, есть еще вопросы какие-то? Так, вопросов больше нету, чат пока что молчит. Давайте так, смотрите, мы, в принципе, есть, ну, в принципе, тема, тема еще, у нас еще есть о чем поговорить по проектам, вот, следите за дайджестами, вот, будем собираться, вот, будем также, я думаю, что мы проводим время интересно, вот, я вам и полезно. Я какие-то стараюсь вам интересные вещи рассказывать, давать интересные вещи, поэтому, вот, на этой ноте, наверное, будем разбегаться. Тогда, коллеги, всем спасибо за посещение, вот, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok